Всех приветствую, с вами я Верен Христолюб. Набирайте воздуха в легких, точнее все время слышите как набираю его я, для того чтобы осилить то видео, которое мы сегодня с вами будем, вы будете смотреть, а я его сейчас записываю и буду записывать на тему власть от бога ли она. Во-первых, не забывайте, этот ролик будет посвящен некому месту из Писания, из Библии, цитате якобы апостола Павла, и я прям наперед скажу, не забывайте о том, что когда речь идет о власти, не имеет значения какая она, религиозная, государственная, на работе ваш руководитель, власть даже тех же самых родителей, то есть над детьми каких-то подчиненных, в какой-то вы находитесь секте, в какой-то организации, власти госчиновника где-то там, не важно, это относится к любой власти, не только к религиозной или не только к государственной, не только к какому-то одному, царю-правителю, да, это относится вообще, есть ли у человека над кем-нибудь власть, да, заставить его делать что? Зло. В этом контексте мы только будем сегодня рассматривать данный вопрос. Основывается он, конечно же, на всем известной фразе, я думаю, это из римлянам, послание к римлянам, ну, якобы апостола Павла, 13 глава. Звучит оно следующим образом. «Всякая душа» — это всего лишь, в принципе, один стих, но мы, естественно, знаете, не будем вырывать из контекста, потому что это очень тоже важно даже здесь. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены». Вот такая фраза, всем известная. Почему сегодня это актуальна и тоже очень важна? Я, в принципе, еще не достаточно... Ну, сегодня у нас 18 июля 2022 года, уже полгода практически идет агрессия, жестокая агрессия расистов по убийству украинского народа. И, в общем-то, все мои посты с 24 февраля, когда эта агрессия началась, я сопровождал вот такими надписями. Ну, это у меня скриншот из блокнота, и я ко всем постам, к роликам, даже не к своим, а так как ты делаешь репосты и что-то, да, я мог свои какие-то изречения, мысли написать, слова. Ну, и обязательно я уже заготовился. Плюс я записал несколько роликов о «Нет войне», о «Путлере», о «Жертвенной любви», о «Путлере», о его пропаганде. И так... Потом я, конечно, их больше записал, но как я собрал такой шаблончик и, в общем, везде его прикреплял. «Нет рашизму» через букву «З», да, «Нет путинизму» через букву «З», «Путлер капут», «Не молчите, не участвуйте, молчане в пролитии крови». Ну и, как бы, несколько вот ссылок на те ролики, которых я вам только что сказал. И, конечно же, когда я это репостил везде, где только можно, во всех соцсетях, в Телеграм-канале в своем, в сообществах на Ютубе, на самом Ютубе. Ну и, конечно же, были комментарии, причем от проповедников, проповедников, евангельских проповедников так называемых, что типа вот христиане не участвуют в политике там, и это ладно, а именно мне на какой-то пост несколько раз, по-моему, даже, ну один точный, я знаю человека, не буду называть его имя, он даже проповедник на Ютубе, тоже небольшой такой же, как я, наверное, да, не особо удавшийся, вот, мы с ним так знакомы, и он вот мне написал, что типа, ну, в общем-то, вот эту цитату апостола Павла дал на нее ссылку, что якобы вот всякая власть от Бога, мы должны покоряться, мы не должны обличать власти. Ну, так как я говорю, я знаю, с проповедниками особо я уже давно не вступаю в дебаты, и тем более, кого знаю, и кого хорошо знают, так как люди выкладывают свои ролики, я прекрасно на это мирозрение этого человека, и более того, мы с ними, я говорю, такого какого-то личного общения не имеем, скайп его, я понимаю, что ему что-то доказать тоже бесполезно, да, вот, я даже поэтому, ну, в принципе, теми постами и роликами я уже делаю, да, то, что делаю, я имею в виду, что уже в личку с ним там биться, или где-то там не имеет никакого смысла, я думаю, человек захочет, он тоже мои ролики может смотреть, да, вот, поэтому, как Иисус сказал, два-три раза сказал, но нет, не понимает всех, что отходя от него, да, ну, апостолы тоже самое говорили, вот мы сегодня с вами эту фразу и разберем, очень важная фраза сегодня в том числе, да, ну, должны ли мы покоряться властям, вот, которые призывают нас убивать соседей, убивать других людей, животных, кого угодно, губить природу, любое зло творить, мы разберем. Прежде давайте все-таки, любая фраза в Библии, она практически любая, вырванная, хоть из какого-то контекста, и мы с вами обязаны просто почитать хотя бы до десятого стиха это место, чтобы понять хотя бы мысль того, кто ее пишет, это очень важно. Не скажу, что она много что раскроет, контекст сегодня, да, и по сути мы эту фразу будем сегодня, так скажем, обличать, и, в общем-то, говорить, что она неправильная, если автор имеет действительно то, что имеют современники наши с вами сегодняшние, вот, цитирую эту фразу, да, если действительно мы должны там якобы покорствовать властям и быть покорны, не должны там выступать за истину, да, обличать зло и так далее. Давайте прочитаем. Итак, с самого начала 13 главы еще раз. «Всякая душа, да будет покорна высшим властям, ну, всякий человек, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Потому противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он, Божий слуга, отмститель в наказание делающему зло, и потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для того вы и подать и платите, ибо они, Божьи служители, этим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому и должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должным…» Фраза красиво сейчас звучит, да? «Не оставайтесь должным никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон, ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжестведействуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в этом слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона». Так к какому закону и как должно повиноваться? Прежде всего идет речь о законе любви. Кто его исполняет, тот и есть послушник Бога, а не послушник человеческих властей. Это раз. Я сразу скажу, наперед забегаем. И, конечно, я сейчас скажу, как я построю сегодняшнее видео. Оно, возможно, получится очень большое. Такие видео, я говорю, долго, много, зато доходчиво, до людей доходит один раз. Но если не доходит, я со своей стороны сделал все, что мог. Я еще раз обрисую. Если вот все, что сейчас сказано, возможно, Павлом нет, мы не знаем этого. Об этом я тоже в конце скажу, да, по поводу там всех этих Павлов. Да, насколько можно всем этим посланиям верить, доверять и конкретно о конкретном человеке говорить. Это я скажу в конце. А вот о чем я сейчас наперед хочу сказать, это по поводу, вы вдумайтесь в то, что мы только что читали. Когда я читаю, постарайтесь вдумываться. Вот я всегда призываю в своих видео. Поставьте на паузу, прочитайте сами. Еще раз переслушайте то, что я вам читал. То есть по логике того, что мы с вами сейчас прочитали, да, ибо начальствующие, давайте еще раз, может вы невнимательно уловили мысли, я вам еще раз прочитаю. Ибо начальствующие, я вернее, знаете, с чего начну, скажу, что есть так, кто как бы тоже обличает эту фразу, знаете, пытаются сослаться на то, что якобы есть другие переводы, и они говорят не так немного, но я дословно сейчас попытаюсь процитировать, как говорят, почему я вам не могу этих переводов провести. Потому что сколько я слышал, что якобы есть другие переводы, и вы знаете, я сам порой перевожу, перевожу в пример там и новый русский перевод, могу и короля Якова там кого угодно процитировать, если действительно есть там уместно что-то, действительно что-то отличается и так далее. Но сегодня, я не знаю, я такое слышал не раз, но все это слышал в устной форме, в цитате, в каком, ну, в смысле читал там, неважно, текст там, ты слушаешь кого-то, в аудио формате какую-то проповедь, видео проповедь, но в реальности я не знаю, на какой перевод реально ссылаются, потому что я пересматривал все, не все, но все известные переводы, я всегда это обычно делаю, действительно, если есть что-то подчеркнуть, есть что-то вам показать, себе прежде всего узнать, что да, вот есть такой вариант, оказывается, даже в переводах, есть разница, да, это важно, потому что переводы, кто знает, для чего они разные делались, почему они делались, да, то есть мы действительно можем из-за этого извлекать пользу, то действительно, из всех известных переводов ничего подобного нет, это уже интерпретация тех, таких как я, которые уже подают в своей форме, и звучит это следующим образом, что якобы там написано, не всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти, не от Бога, не так звучит, а ибо нет власти, если она не от Бога, как бы вот так там звучит, особенно с древних переводов, там же тяжелый язык, там есть, нет, есть власть, а же не от Бога, там, когда читаешь, там язык сломаешь, да, но я не согласен с этим, во-первых, я говорю, я не видел этих переводов, не знаю, на что ссылаются те, кто пытаются вот таким образом обличить то, что мы не должны быть покорны властям, и то, что здесь написано, либо неправильно, либо еще что-то, мы в конце накидаем разные варианты, как мы должны придерживаться, даже относиться к этому месту исписания, вот, но я этого не видел, и более того, действительно, вся дальнейшая резичь, я вам не просто так прочитал контекст, можно, конечно, вырвать тоже, знаете, слукавить и кому-то повесить лапшу на уши, тоже вот взять этот же стих, и вот дать такое свое прочтение, можно сказать, да, перевод его даже с древнего, да, но, как мы видим, когда мы с вами прочитали, что-то не совсем стыкуется, здесь действительно автор послания к Рыльному пытается нас якобы убедить, что, ну, как бы ты должен быть покорным властям. Но, опять же, давайте вот с третьего стиха еще раз прочитаем, да, «Опротивящиеся сами навлекут, ну, или практически, еще раз прочитаем, да, потому противящиеся власти, противящиеся Божьим установлению, противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны, и якобы начальники все-таки, вы знаете, в этой фразе, в этой мысли, вот этой 13 главы с 1-го и 10-й стих, авторам почему-то заведомо заложена ложная система. Я сейчас, смотрите, сразу скажу, что либо это мы, тоже авторы, не понимаем, очень часто, когда, как и в моих роликах, я говорю, слушайте, я тоже проглатываю какие-то слова, недосказанности, кажется, что можно вставить в мои пропускные места, потому что я это где-то говорю в другом месте, или еще что-то, или говорю по кругу, многие уже знают меня, я что-то подразумеваю, что люди понимают меня, знают меня, или найдут в других роликах, здесь то же самое. Слушайте, здесь речь была, либо два варианта, здесь согласиться с автором можно только при одном условии, что речь шла, что действительно кто-то в римской, вы не забывайте о том, что это конкретное послание, конкретного человека, конкретной римской церкви, к конкретным людям там, там какие-то события происходили. Знаете, когда, мне как тоже говорили, постарайся в своих проповедях, ну, поменьше личного, когда ты знаешь каких-то людей, или еще что-то, свои переживания в жизни, какие-то события, там, где-то, что-то, я говорю, слушайте, это невозможно. Все личностное, все уникальное, моя жизнь, она живая, и мои проповеди живые. И, действительно, я даже, знаете, одно место из Писания, записывая в разные периоды своей жизни, его можно писать, отдыхая у моря, съездив на отдых, или можно писать проповедь, грубо говоря, сидя на зоне, да, за добрые дела, допустим, тебя неправильно посадили, да, ты абсолютно по-разному немного запишешь свою проповедь, потому что ты будешь говорить о разных реалиях, даже твоего собственного бытия, это очень важно. Вот автор, который пишет, слушайте, если он действительно обличал кого-то, что в церкви, возможно, бунтовали против власти, а за собой имели какие-то злые дела, вот тогда он правильно их обличал, да, и говорил, что, как бы, вот, если люди, как бы, да, как бы, если бы, если бы власти действительно были все святыми, все исполнительные, законодательные, судебные, исполнительная власть, представители, люди были святыми, праведно судили, праведно исполняли судебный приговор, да, в исполнении, так скажем, да, не так, как у нас на зонах швабров задницу засовывают зэкам, да, ни за что, так скажем, потому что за то, что они натворили, они уже сидят, они уже отлучены от общества для исправления в этом месте, а не для того, чтобы над ними там дальше издевались, уже неправедно, да, над ними, и еще больше их озлабливая, еще более делая их удаленными от истины, от любви и так далее, вот, здесь то же самое, вот, если такой посыл, да, это очень важно, это очень важно понимать, только тогда можно понять автора, что он писал, и что мы вырвали вот из этого контекста, что у автора что-то было в голове, какие-то люди, какое-то общество, это всегда очень важно, поэтому к писанию относиться всегда надо вот так вот, прежде всего, надо просто познать истину, тогда ты сам будешь понимать все и тортовать, вот, как я вам на своем примере показываю, если нет, то автор здесь заблуждается, потому что читаю его, да, я сейчас приведу такой аргумент, от которого не будет просто отмаза, и никто из противящих семей не сможет аргументировать, я могу с любого вступить в депад, пожалуйста, по скайпу всегда говорю, потому что если мы читаем, что автор говорит, ибо начальствующие страшны, не для добрых дел, но для злых, не хочешь ли бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее, похвалу, славу от власти получишь, если будешь делать добро, ибо начальник есть божий слуга, тебе на добро, если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он божий слуга, мститель, слушайте, и вот тут я ударяю аргументом, я говорю, если, я вам привел пример, и я больше склоняюсь, что автор действительно приводил в пример, и писал церкви, писал на какой-то случай, что действительно там люди, да, говорили, как бы хорошо не было бы полицаев, да, я бы там злодея делал, что-то такое, не смущает, что это к церкви писалось, вы помните, сколько апостол Павел обличал, что в церкви грехи у вас такие, какие у язычников нет, поэтому не надо меня тут тоже, может быть, в римлянах и нет таких случаев, да, но кто знает, какие апостол Павел писал в Каринской церкви, да, прямо называя имена там, да, послания апостолам своим ученикам, там, Тимофею, Титу, Филимону писал, да, где уже прямо оговорились о конкретных людей, о конкретных грешниках, которые были в церкви, да, более того, я всем рассказывал, слушайте, в церкви Христово времена апостолов воскресения не верили, Павел в 1 Коринфянам обличает и защищает воскресение Христово и всех во Христе почивших, да, в оконцовке всех людей воскресших, так что не надо мне рассказывать сказку, там, ой, нет, первая церковь была святая, вот эти бредни, пока вы будете верить в то, что там якобы раннехристианская церковь, это какая-то там святая церковь, это полный бред, это обычные люди были, и там кого только не было, вот, это очень важно понимать, и вот автор этого же послания, которое до нас дошло, вот эти вот буквы у вас на экране, тексты, это ни о чем не говорит, что они святые, это просто тексты, мы их разбираем, если в них добро, они святы, если в них зло, они грешны, это очень важно понимать, да, вот, я говорю, здесь можно только оправдать, если человек действительно подразумевал то, что, о чем я вам уже говорил, если же нет, то, пожалуйста, здесь не работает схема, он как говорит, делай добро и получишь похвалу от нее, вот я прямо вам выделю на экране, третий стих заканчивается, да, ибо, ну не заканчивается, запятая, ибо начальник есть божий слуга тебе на добро, что ж тогда Христа распяли, еще раз, во-первых, религиозную власть не отделяйте никогда от такой, я говорю, любую власть, более того, в Иерусалиме, в Иудее, в Израиле того времени религиозная власть была, естественно, срочная, всю жизнь от Моисея, естественно, пошла, она срочно с государственной, да, царь, порой, был такой же, ну, первосвященник, понятно, был, но она всегда была, Давид был помазан, любой царь был помазанником, да, вот, то есть, по сути, такой же, они были с первосвященником, да, одинаковы, можно сказать, просто один мог совершать, обряд и другой нет, но по власти от Бога они были и тот, и тот якобы были Богом помазаны на свои высшие чины, да, первосвященника или царя первопредставителя народа, да, вот, это очень важно, и более того, мы знаем, что у Иерусалима, у храма Иерусалима, у Синдриона было свое войско, своя охрана, хотите, полицай, они и военную функцию выполняли, они и воевали, естественно, когда были войны, то есть были, ну, вы помните, кто Иисус пришел арестовывать, там, конечно, были обычный народ с дубинками, у нас хлебом не корми, дай кого-нибудь, а от мутузи черепушку расколоть, таких тоже хватает отморозков, но там были, естественно, и войны, да, из первосвященника, из храмовой охраны, так называемой, да, вот, ее было немало, кстати, это надо понимать тоже, я говорю, это не какая-то там, это не какие-то там два охранника в ночном клубе, нет, это достаточно такая была бригада, да, так называемых воинов, вот, я в армии не служил, не знаю, как там, взводы, невзводы, не знаю, с чем мерить, вот, ну, это было прилично тоже, да, вот, они также защищали город и так далее, вот, и кто убивал-то Христа? Иисус им прямо задал вопрос, за какой из добрых дел хотите убить меня? То побить его камнями хотели, он им то же самое говорил, за какой из добрых дел хотите побить меня камнями? Что ж тогда? Что ж тогда Иисусу было бояться? Он же только добро делал, ему прямо сказали, не за добрые дела, а за богохульство, правда, за богохульство в ихней голове, и кто может нормальный, здравый человек, то, что Иисус там что-то нес, назвать злом, даже если он был неправ, человек, каждый имеет право внести все, что он хочет. Мы замечаем, когда в обществах, в государствах, в странах, людям затыкают рот, чем это заканчивается? Сначала затыкают рот, или там, как это называют, или еще что-то, заканчиваются все это расправами и решением жизни, точно так же, как со Христом, любых людей, открытых, говорящих. Так что же, Иисус сделал добро, кто же его похвалил? Это его распяли. Более того, хорошо, я говорю, хотя я говорю, это неправильно и неправильно, не делите никогда религиозную, хорошо, так как та область, Иерусалим был под римским игом, и относился к области, где уже Понтий Пилат, римский правитель, был губернатором. Хорошо, Иисуса осудило, такая же римская власть. Хотя сам Пилат, вот обратите внимание, сам Пилат засвидетельствовал, мы сегодня, кстати, к Иисусу Пилату еще очень серьезно подойдем, вернемся к этому вопросу, я вам наперед все это рассказываю. Сам Пилат сказал, что никакой вины в нем нет, я не признаю ее. Я не признаю, я не нахожу, ее нету, вы просто хотите его распять, вот, и все убить, непонятно за что. И он убивает его, по сути, своими руками, да. Иисус так прямо ему и скажет. Просто больше грех на тех, кто предал тебя, меня тебе. Мы сегодня к этому эпизоду вернемся. Так что здесь какая-то нестыковочка. Причем потом, как автор очень сладко, очень хорошо льет о любви, это здорово, не оставаться должным никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон, ибо заповеди, да. Почитали, да. Давайте теперь посмотрим, как я всегда вас учил. Я вам сейчас скажу о структуре сегодняшнего видео. Мы с вами, как всегда, посмотрим все, всю Библию. Это все от первой главы, все пророки и так далее. Мы с вами посмотрим Новый Завет, Евангелие, прежде всего, апостолов возьмем в пример. Ну, и закончим для тех, кто принадлежит к православной какой-нибудь секте, ортодоксальной, там, католической. Приведем в пример еще Антония Великого. Я, в общем-то, и ролик сегодня такой, потому что я по Антонию Великому записывал изборочно. Пишу проповеди на разные его наставления. И вот одно из наставлений, 29-е, из наставления о доброй нравственности, святой жизни, как раз там именно об этом. Без всяких толкований, четко и понятно, о чем он говорит. Что же я говорю, Антоний Великий тогда противоречил всем? Нет, это для православных будет полезно все это послушать. Ну, и давайте приступим с вами. Конечно, картинок много. Я вот выбрал, как видите на экране, такую, там, кто в задницу целует, кто подносит, кто веночек на голову несет, да. Вот это вот покорство власти есть, поскромнее такие. Есть вот такая, руку целобызающая. Есть вот такая, тоже очень хорошая, да, с целованием в задницу. Ну, в принципе, целование в заднице есть и вот на этой картинке. Вот. И есть вот такая, это я, помню, собрал. Но есть там отдельно, где вот, кто знает, у ортодоксов особенно любят там раболепствовать задницу, руки целовать всем, всем вышестоящим, да. И я такую слепил, помню, для своих тоже каких-то нужд, для всяких постов, где Иисус, наоборот, ноги умывает, да. Они там сидят все в золоте, да, лишь бы им там ночки, ружки целовали. Вот. Ну, и давайте начнем с, это, в принципе, изображение Ана Крестителя. Но, как символ, вы помните, сам Иисус сказал, да, Ана Крестителя, весь закон и все пророки. Весь Ветхий Завет. Вы знаете, когда вот, я говорю, мне этот, так скажем, проповедник тоже написал, что там, цитату Павла, вот этого, по корости власти, я говорю, я бы много чего мог сказать. И вы знаете, я сейчас, если найду его комментарий, я не помню, что, честно, к чему он написал, будет тяжеловато, может найти. Вот. Я бы ему вот этот ролик послал, потому что здесь, как видите, я конкретно отвечаю на вот эту цитату. Он мне именно вот эту из римлянам написал, да. Вот. Я, слушайте, Ветхий Завет, начиная от Моисея, который обличал царя египетского за то, что тот эксплуатировал его народ, только не надо вот эти бредни, знаете, начинать. Это же все от Бога. Это Бог поднял человека, да, а сам человек ничто. Ну, хорошо, живите в аду тогда, вы там и будьте, да. Вы чьи ученики, Христовы или нет? Вы посмотрите на своего учителя, чем он занимался, сейчас мы к нему подойдем. Здесь то же самое. Вы знаете, пророками не Бог избирает людей, а это сердце человеческое. Моисей был горячий, действительно. Когда он пошел выводить свой народ, да когда он повзрослел, увидел страдания своего народа, когда узнал свое происхождение и стал за него заступаться, прежде чем стать великим, там, скажем, предводителем своего народа и пророком отчасти, да. Тоже пророчество, безусловно. Вот. При всем отношении к Моисею, а то кто-то может слушать, ты его там, кто троллит, кто-то по полной программе разносишь, да, Моисея есть за что разносить. Но сегодня, действительно, факт в том, что, пожалуйста, вам Моисей такой же, да. И как он поступал? Да. Заступал за свой народ. Но он явил Богу, так скажем, сам свое желание, да. Он поступал, его не Бог призвал заступаться за того египтянина, которого он убил, защищая там евреи, да. Потом пытался примирить других там евреев и так далее, вы помните. Потом он еще много лет прожил в пустыне без ничего, и только когда пришел его час, Бог призывал его, потому что сердце его все оттомилось, и он всегда внутри был таким. И теми своими поступками, по сути, нехорошими, конечно, убивать египтянина не надо было, вот, но я имею в виду сердце человека горящее, да. То есть он желал как-то защитить этот народ, освободить, и, пожалуйста, Бог его и выбрал, так скажем, потому что он готов к этому, потому что он желал этого. Он желал, правда, неправедно это делать, да, поэтому Бог-то его и не поддержал в этом, да. Вот. Дальше я буду всех вспоминать? Нет, я не буду всех вспоминать. Я вам напомню лишь нескольких там Исаия с Давидом, знаменитейший случай, мной, так скажем, любимый для обличения, когда так называемый царь Давидушка, да, изнасиловав единственную жену своего преданнейшего военачальника, да, убив этого военачальника после того, как он изнасиловал его жену, взял ее, так скажем, потом себе в жену, потому что уже выбора не было. Его пророк Нафан пришел и обличил. Сказал, ты этот убийца там рассказал притчу, вы помните, чтобы до него дошло, да, про овечку-то, богача овечку, бедняка и стадо овечки. Ну, все, помните, я вам все дословно пересказать не буду. Я почему все это не буду сегодня пересказать, кому интересно, кто хочет со мной познакомиться с Ветхим Заветом на канале Христолюб, чтение библийных писаний. Вся Библия записана целиком, в том числе Ветхий Завет, пожалуйста, и все эти моменты узнайте. Посмотрите, как себя вели все пророки, как они обличали все власти церковные, чтобы, да, на народ насели, пальцем не пошевелили. Это, правда, уже цитата Иисуса, но вы понимаете, все в этом духе они говорили. Тем же самым всем этим пересвященникам, всем учителям народа, которые должны были, если вы хоть раз познакомитесь с чтением пророков, вот, вы убедитесь в этом, ну и заканчивая Даниилом, который точно так же обличал и царя, и точно так же религиозные, образно говоря, власти, да, то есть это люди такие, это очень важно понимать. Ну и сам Иоанн Креститель. Ну, какие вам случаи вспомнить? В Евангелии, казалось бы, об Иоанн Крестителе, мне тогда единственное, что прям язык, руки чесались, не печатать, но язык, скажем, сказать, но сказать я бы не мог, мог напечатать. Я говорю, а Иоанн Претечи, когда Ирода-то тоже младшего, Ирода Великого, старшего, сыночек, да, когда взял жену брата своего, да, разве не он его обличал? Разве он был покорен власти? Разве он не обличал беззаконие? Более того, я всем рассказываю, все думают, что он его обличал якобы по иудейскому закону, что там нельзя было просто жену брата брать и так далее. Да нет, я действительно читал более глубокие такие вот размышления, темы толкования, как хотите, да, называют. Вот, и я узнал о том, что действительно, вот из-за этого, я всем в пример ставлю фильм Троя, посмотрите, и вообще, ну, историю троянскую, и, ну, исходить, просто фильм посмотрите с этим. С Дэвид стал забывать все время-то голливудский актер известный, там, Брэд Питт с Брэд Питтом, там, главной роли Ахиллеса, вот. Вот, как Трой, из-за чего война-то в Трое началась? Из-за женщины, да, жена, она была нелюбимого, там, нелюбимого мужа, да, и так далее, и другой, там, принц Троя взял, там, украл, и, там, в общем, заварушка закатилась. Так в этой заварушке кто гибнут? Обычные воины, страдают обычные мирные жители, кого убивают, разграбляют все эти города. Да, я всем говорю, вот, это вот то, что описывает, вот, я читал, действительно, что, потому что люди, многие изучают, конечно, глубоко все эти вещи. Можно сказать, и я глубоко, но кто-то еще глубже, а я вот вам передаю, так скажем, тоже вершки этого, да, там были, конечно, труды более объемные. И что Иоанн Крестителю обличал не просто за то, что он там жену брата, да бог с ней, то это спал, то это Иоанн Претечи и Крестителю Христову, да лампочки ему это могло быть, Ну, и, конечно, те, кто его законникам лютым представляет, он законник никаким не был, никаких законов не соблюдал, всех этих аудейских, да, ему до них никакого дела не было. Мы, по крайней мере, из Евангелия этого не видим, он пройден был не по закону, да, это уж очевидно, вот. Он был сыном первосвященника и что-то не пошел по стопам папаши, да, Захарий, который был убит между жертвенником и храмом, да, вы помните, как нам об этом сказал Иисус. И, пожалуйста, да, что же вот он царька-то обличал, обличал потому, что за это гибли люди, потому что между провинциями уже в этой же Иудее, вы помните, четвертовластником он был, то есть Иудеи уже на четыре части поделили между сынками, один помер, туда Пилата, ну, сначала не Пилата, там другого, там, четыре, как о времени распятия Иисуса к евангельским событиям, которые мы с вами знаем из Евангелия, уже это был четвертый правитель. Понтий Пилат, по крайней мере, так история рассказывает, вот, потому что тот сыночек, один из сыночков Ирода, которые дожили, которых Ирод не задушил собственных детей, да, не всех передушил. Вот, эти четыре сыночка и поделили-то, да, и каждый уже, естественно, область с областью тоже конфликтовать начинает, и что из-за этих были конфликты, естественно. Из-за этого гибли люди, как всегда, там до военных стало стычек доходило. Вот, и Иоанн Креститель именно поэтому обличал, что они, да, из своих похотей много зла людям приносят. И мне в это очень хочется верить. Я считаю, что так и было, да. И, пожалуйста, очень яркий пример. Вот сегодня, да, сейчас первый у нас, ну, первые пророки были, ну, или хотите, этот первый заканчивается Иоанном Крестителем. Вот такой образ прекрасный. Кого? Царя я, кстати, не переключил. Эта картиночка-то я тоже подготовил. Вот, когда Иоанн Креститель обличает царя-то, да, вот. И в этом же образе, в образе кого он обличал, Иоанн Креститель-то? Вы помните, когда к нему шли-то все? Что он говорил тем, кто идет к нему от первосвященников? Вот, сами первосвященники сами просто, они же, ну, кому они там пойдут к какому-то бомжу, да, из пустыни. Шли от первосвященников, ну, понятно, второй, третий, не губернатор, идет замы, представители. Ну, по сути, по сути первосвященники. Да даже если ниже. Ну, я говорю, там написано четко в Евангелии. Я вам сегодня такие вещи, какие, своим словами, какие можно не читать, чтобы вас не затруднять. Почитать и без меня можете, это все в начале Евангелия любого об Иоанн Крестительном. Совсем немного сказано, да, изо всех почитайте и поймете, там, до третьей главы максимум все доходят. И, в принципе, речь о нем практически уходит. Ну, не считая, где вот этот случай с отрублением головы, там, он где-то в середине Матфея и Марка. Вот. Вы вспомните, что он кричал-то этим людям. И они еще близко не подошли. Он уже кричал, змей порождения, ехидны. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Это Иоанн. Иоанн какой-то вообще, не то что покорный властям, вообще какой-то бунтарь. Государственной власти не покоряется, обличает царя в беззаконних. Церковной власти не покоряется. Благодаря Евангелия Таану мы знаем, что, допустим, до него дошли, или кто-то доходил, или поменьше. Его спрашивали, какую властью ты это делаешь? Ты пророк? Он говорил, нет. И мы говорим, кто ты такой? Ты креститель? Он говорит, нет. Ну и там разные вопросы ему. Гадали на кофейной куще. А он говорит, я голос выпью еще в пустыне. Приготовить путь к Господу. Прямым сделать для вас. Ну как он им? Что же ты крестишь, они говорят, если ты не Христос, если ты не креститель? Это мы его сейчас зовем, крестители. Мы ему его укоряли. Говорят, что ж ты крестишь? Ты кто? Христос? Креститель? Потому что только он будет крестить. А он говорит, нет. Я не тот креститель. Я крещу в воде. А он будет крестить Духом Святым. Вот так вот. Сказал и не отрекся, как в Евангелии сказано. Да. Очень важно. Иоанн похож на исполнителя. Более того, в нем весь этот Ветхий Завет. И религиозный, и государственной власти. Обличение не просто покорство. Не просто покорство. А ровно противоположное. Обличение. Это самая, я всегда говорю, крайняя степень. Это высота любви. Когда ты жертвуешь. Потому что за обличение тебе прилетит, ему прилетело. Картинку я не стал добавлять. Чем он кончил? В принципе, я уже об этом сегодня обмолвился. Отсеченной головой. Отрубленной головой. За что он? Слушайте. Как в унисон-то звучит? Давайте-ка еще раз прочитаем. Ибо начальствующие страшны. Что-то я правда рано... Ну, я так с Иисуса начал. Потому что сюда центр для христианина. Ну, а дальше я мог не говорить. Конечно, я так хотелось немножко все-таки сказать. Да, общую мысль такую все равно. А потом мы сейчас до Иисуса, естественно, тоже дойдем. Все подробненько разберем. Вот точно такие же все эти эпизоды. Но там я вам уже почитаю немножко. Правда, с Иоаном Крестителем, в принципе, все то же самое. Более того, слушайте, если Иисуса распяли, то с Иоаном Крестителем прям как все складненько получается меч, отрубленная голова. Давайте еще раз прочитаем римлянам. Давай прям с первого стиха, чтобы все время не забывать эту мысль. Всякая душа да будет покорна высшим властям. Ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Потому противящиеся власти противятся Божьему становлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие Ирод, четвертовластник, и его воины, и вообще его притория, губерния, страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть, Божий слуга, тебе на добро. Получил похвалу? Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающим зло. Ну тогда по логике, если вот это все вырвать из контекста мыслей того, кто все это писал, из контекста всего послания к римлянам, сейчас все вам не буду разбирать. Знаете, послание к римлянам извращать можно все эти стихи точно так же, как я помню. Я записал, не покидай собрание своего, кто помнит из послания к евреям. Тоже одну фразу выдирают, лишь бы адептов держать в своей секте. И я целое послание, тянул мысль, которая была там от начала сказана, а это почти в конце сказана фраза, да. И там показано, что как раз, и более того, выдирают просто цитату из контекста того, что как раз в самом-то послании он и говорит, там выдрали в том плане, что не покидай собрание своего, если ты вот именно можешь повлиять, можешь изменить, да, если хорошее собрание, не оставляй просто так. И наоборот там было дальше сказано, но если собрание уклонилось в зло, ну я своими словами, там же все это много, да, я своими словами передаю, то наоборот беги оттуда, обличи их и беги оттуда, если они хотят исправляться. Вот какая мысль, я целое послание тогда зачитал. Сегодня я решил построить по-другому, я говорю, не на римлянам, просто основываться и все там римлянам прочитать ради этой фразы, потому что там много несостыковок получается, да. Но я хотел показать на примере, как я вам сейчас говорю, начинается с маленькой, побольше, ну просто если мы сегодня с вами будем читать все римлянам, это просто беда будет. Это на сколько часов тогда получится проповедь. Вот, поэтому мы с вами идем. Ну что ж, тогда, если понимать так, как я вам сказал, не понимать первично, что там, он действительно имел в виду, что если ты правда зло делаешь, вот на самом деле зло в глазах истины, тогда да, тебя еще и земная власть покарает. Это да. И наоборот, будешь делать добро, в принципе, если земная власть, или там религиозная, средненько адекватная, может тебе где-то и будут гладить по головке, славить, в разные времена истории, церковные, религиозные, всяких, неважно какой религии, это может быть любая религия, любая секта, любое мирозрение, государственная идеология, да, и так далее. Это все может быть средненько, и тебе, может, не прилетит, может, даже где-то тебе когда-то по головке погладят. Это да. Может быть. Но когда доходит степень этого общества, вот, в которое, это церковь тоже, религия тоже общество, поэтому я буду общей фразой говорить, доходит до какого-нибудь дна, тогда тебе там не погладят, а вот именно башку отрубят. Так получается, он креститель был нехороший человек, и по делам ему отрубили голову, глянь, противился всем на свете, первосвященников обличал, и всех священников, и всех этих начальствующих, учителей, там же все были. И, так смотри, и государственную власть обличал, так правильно ему башку-то снесли. Ну, получается вот так. Вот те, кто, выступая за это, именно так трактуют 13.1, что всякий человек должен быть покорен высшим властям, ну, тогда вот так вот. Тогда какая-то билиберда, получается, если я говорю. Тогда в Евангелии, и вообще, где истина тогда? Да, Иоанн, значит, делал. Здесь написано другое. Хорошо, можно сказать, но это же Иоанн был, и апостол, и все пророки до него. Тут же Иисус пришел, это Ветхий Завет. Ветхом Завете вообще было любить ближе, ненавидеть врага своего. Ну, может, он и, да, и святость Ветхим Заветом невозможно было по такому приступу добить. Может, они просто неправильно поступали, пророки. Может, они зря обличали. А тут пришел Иисус, никого не обличал, всей власти был покорен, всем туфли, ноги, задницы целовал. Этому учил своих учеников, и ученики стали поступать так же. Мы переходим плавненько к Иисусу. Давайте это все закрывать. И, что у меня тут слишком много, у меня все открыто. И переходим к Иисусу. Ну, я вам напомню один из известных случаев. Очень-очень таких, прям, очень таких важных, да. Можно намного больше вспомнить. Я уж, как всегда говорю, слушайте, уж поймите, сколько было реально Иисусом сказано, сделано, мы знать не знаем. До нас дошли вот такие малюсенькие Евангелия, описывающие в несколько часов читаемые. Это значит, сколько можно часов жизни человека описать, когда по тем же самим Евангелиям мы понимаем, что Иисус благовествовал больше трех с половиной лет, где-то так. Ну, около трех с половиной лет, да. Ну, что тут? Ну, даже из этого. Я вам всего три случая приведу. Ну, всего-не всего, не знаю. Уже 40 минут. Ролики такие, вы знаете, у меня по два часа бывают. Скорее всего, сегодня часа на два и получится. Ну, читаем. Пришли опять в Иерусалим. И когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники. Подходит первосвященник. Вы представляете эту картину? Я всегда слушаю. Я, вы меня знаете, я всегда стараюсь погрузить человека в те события, в какой-то образ, о котором говорю. Еще раз представьте, Иисус. Первосвященник. Если вам тяжело представить, вы наверняка были в какой-нибудь секте. Православных, католиков, протестантов. Слушайте. Ну, представьте, к вам Гундяев подошел. Так называемый патриарх Кирилл. Да у вас ноги, какой-нибудь бабушки. Кто видел, как все это происходит. Ты что, там все готовы просто ниц падать. Там так-то задницу целуют. А уж если еще он на тебя внимание обратит, ну, все там. А папа римский, уж тут это посмотреть. Ну, он и этот папа такой же, только русский, да, только московский. Но уж про римского папа, какой правда там культ создали. Вы посмотрите. Там правда готовы просто ниц падать. Он же действительно наместник Бога на земле. Он уже божественный. Ну, и протестантов не хуже. Те, кто куда-то пробиваются, там эти лидеры. Причем, вы же знаете, что протестанты, там их столько не счесть. Там действительно есть харизматичные, где там вообще за божество почитают пастыли. Где-то есть поспокойнее к этому относятся. Но все равно. Какая разница? Даже если это где-то более спокойные, типа баптистов, где там просто есть старшие братья-проповедники. Ну, кто был, я был в баптистах. Ну, не в смысле прям в баптистах. Я ходил, захаживал, посмотрел, как они тоже все это. Там все то же самое. Старшие эти братья-проповедники, это уже другая каста. Это вот не общие бабушки, которые сидят. Как бы они это ни пытались все это подавать красиво и об этом говорить, это не так. Я видел все это собственными глазами. У них кафедра меня удивила. Это вот так, в два роста твоих сделано, да. Ну, понятно, там символы, нагорная проповедь. Да когда там сидит во всех, знаете, можно и в кружочек сесть. Все на равных. Все там слышно достаточно. Само вот это тоже мало чего выдает. Ну, это ладно. Ну, нет, это важно, да. И вот вы представляете Папа Римский, да. Вот Иисус написан прямо первосвященники. Не просто священники. Не просто кто-то там первосвященники даже были в их числе. Значит, там был этот Каафа, Иоанн и все прочие там, да. И спрашивает его, заметьте слово какое опять, какую властью. Слово власть нам встречается очень важно, да. Какую властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это? Иисус сказал им в ответ, спрошу я вас об одном. Ответите мне, тогда и я вам отвечу, какую властью это делаю. Крещение Иоаннова. Как мы сегодня все, видите, как все прям переплетается. Крещение Иоаннова. С небес был или от человеков? Отвечайте мне, как Иисус прям про Иоанну, то все правильно. Он же вас обличал, змеи порождения ехидны. Кто внушил вам бежать от будущего гнева за свои злые дела? Они рассуждали между собою. Если скажем с небес, то он скажет, почему вы не поверили ему? А сказать от людей боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк. Простой этот народ понимал, а они без толча. С образованиями ничего не понимали якобы, да. И сказали в ответ Иисусу, не знаю, что Иисус им ответил. Ой, я такой покорный, я вам отвечу. И я вам не скажу, какой властью это делаю. Вот такой он Иисус. Слушайте, я всем объясняю все время и говорю, и призываю, и призываю задуматься. Слушайте, зачем мы читаем Евангелие? Зачем оно нам, если мы не пытаемся следовать, подражать и реализовывать его в своей жизни, о чем и заповедовал Иисус? Что он пришел прожить для нас путь и пример в святой жизни? Он не раболепствует перед священниками. Перед первосвященником не раболепствует. Не покоряется ему. Не отвечает ему на вопрос. Отвечает ему, как еврей, вопроса на вопрос. Но здесь я уже шучу, юродствую, да? Я этому тоже научился и стал очень часто так делать. Где это имеет место? Потому что Иисусу тут был большой смысл. Им все равно все было до лампочки. Он, воспользовавшись тем, что его хоть пять минут послушают, он уже вопросом их, как Сократ, один из великих философов древности, точно так же людей выводил на истину, вопросом на вопрос. Кто знает, это была одна из его методик. Иисус, как Бог, любовь во плоти, конечно же, не то, что Сократу последует. Действительно, с разным подходом к разным людям был. Он им все ответит. Видите, они не захотели. Они все понимают. Они не хотели. Они рассудили нам написанное. Они все правильно разложили. Так все и есть. Вопрос, что их истина не интересовала. Стал он отвечать им на вопрос-то в оконцовке, какой властью это делает? Нет. Ничего не ответил. Сказал, не хотите мне отвечать первые? Не я первые, первосвященнику. Или я потом. Или хотя бы вот я вам задам вопрос. Ну, вы тоже мне ответьте. Или ответьте мне потом. Ну, или просто ответьте, они мне отвечают, но он покоряется и все равно отвечает. Нет. Он не отвечает вперед. Он в ультимативной форме, когда меня за ультиматумы тоже там любит. Я говорю, пожалуйста, смотрите, как он с первосвященником себя ведет. Ультиматум ставит. Ответите мне, я вам отвечу. Не ответите. Свободному свободы, да. Свободному, как-то фразу-то уже забыл. Вольному воле, свободному рай, да. Идите своим путем. Очень важно. Погрузитесь в эти места первосвященник. Я специально привожу современные примеры. В православной секте это патриарх. В католической это папа. Ну, в протестантской там есть так называемый, по-моему, председатель. Совет, там чего-то, там, братья церквей этих. Их какой-то есть протестантский. Вот там самый-самый председатель. Вы представляете себе такое? Вы так ответите? Вы так поговорите? Вы обличите, зная их не беззаконие? Слушайте, я картинку забыл. Я не стал это место. Мне прямо сейчас пришло. Я говорю, можно больше. Я и так, я полдня и так к этому ролику готовился. Это все кажется очень быстро. Все очень долго, все это вот делается. Это не так просто, как всем кажется. Чтобы записать два часа, я еще четыре часа провел только в подготовке к этому видео. Чисто технически. Чисто технически. Это не значит, что я там что-то думал, перечитывал. Чисто технически уходит на это где-то около четырех часов. Я сейчас не буду мне долго искать, неохотно паузу. Я и так много. У меня открыто уже 20 вкладок почти только для записи этого видео. Вот, вспомните еще один случай. К Иисусу подходит и говорит, Ирод ищет искать тебя. Вот то же самое с Иродом в случае. Что он им ответил? Скажите этой лисице, делаю сегодня, завтра и послезавтра. А дальше власть тьмы. Я почти дословно, единственное, до третьего дня, вот эта фраза, знаете, библейская, но я на послезавтра заменял. Так я вам дословно слова Христа процитировал. Скажите этой лисице, как я говорил, слушайте, там перевели так. Может, Иисус сказал, скажите этому хитрецу. Есть такое слово, как хитропопой. Есть погрубее, конечно, выражение, но я так его помягче говорю, чтобы никому слух не резало. Скажите этому хитрецу, этому... Лиса это символ такой, да, хитрости, да, вот этому всего, вот этому. Скажите этой лисице, что делаю сегодня, завтра и третьего дня, а дальше власть тьмы. Пошел он к этому правителю, к Ироду? Нет. Ответил, обраду, ой, ничего себе, меня хочет губернатор сам видеть, ничего себе. Надо намыться, надо причесаться, надо пойти поклониться в ножки, поцеловать, побеседовать, послушать его чепуху, которую он будет мне нести по пьяни, да, вечно в празднованиях. Нет. Нет. Вот как все это не согласуется, все говорят, слушайте, я когда вот говорю, мне, конечно, обидно, мне жалко, что вот такие вот проповедники, это беда, это беда, что на мои вот эти вот посты нет расизма, нет путинизма, да, вот такая вот реакция. Он сам-то неплохой, как бы, да, ну, просто недалекий, к сожалению. К сожалению, непознающий, а почему, я вам, кстати, скажу. Он хоть и не прям в системе, но он, знаете, он внешне не в системе, он как бы вышел, а внутри он абсолютно религиозник. У него ветхий сшит с новым, он не может никак их разодрать. Ну, это не может у него вот в своем, в своем сознании этого сделать, и все. Я просто его, так скажем, по проповедям хорошо знаю, мои лично не знакомы. Ну, чуть-чуть переписывались, совсем немного. Ну, так вот, такая вот беда. Давайте дальше не задерживать, да. Вспомните, что Иисус говорил. 23 глава, Евангелие от Матфея, такая длинная речь. Ну, у Матфея вообще вся длинная речь Иисуса. То ли Иисус брат такие говорил, то ли это уже Матфей так нам, симфонии такие выдавал, да. Вся 23 глава перед 24-25, где Иисус будет говорить, отвечать ученикам о том, когда будет кончины века, последние времена, и что в них будет. 23 глава посвящена полностью иудеям, фарисеям, начальникам, учителям, законникам и всем вот этим. Посвящена, так скажем, в кавычки, такого твердого, жесткого обличения их в их беззакониях. Я вам много читать не буду, прочитаю всего несколько стихов. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал, на Моисеевом седалище, что это засчитали? Это на седалище первосвященников, папы римского, современным языком, говоря, патриарха, председателя Совета всех церквей, да, сели книжники и фарисеи. И так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, по делам же их не поступайте. Ибо они говорят и не делают, связывают бремена тяжелые, неудобно носимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и пальцев своим пошевелить. Все же дела свои делают лишь для того, чтобы видели их люди, а расширяют хранилишь свои, увеличивают воскрылить одежду своих, также любят предложения напиршестых и приседания в храмах, и приветствия в народных посланиях, чтобы люди звали их учитель, учитель. Я здесь остановлюсь, вы можете дальше всю эту главу прочитать, если вам интересно. Я в каждом ролике, когда я читаю вот это место, тоже у меня есть целый плейлист учителя, наставники, апостолы, проповедники, как так его назвал, на этом же канале, на котором смотрите это видео, вы его найдете. Если нет, пишите в комментарии, я дам прямую ссылку. Тоже, как только эти слова Иисус не извращает, я все время говорю, что якобы все, что там религиозники, папа римский, патриарх или председатель совета всех этих церквей, все, что говорит, должны соблюдать и относятся к религиозному. Я говорю, слушайте, здесь просто Матфея, Иисусом ли были эти слова проглочены, это уже не суть важна. Тот, кто знает истину, прекрасно их сам добавляет. Иисус говорил не о религиозных бредних заповедях человеческих, которыми они подменили заповеди Божьи. Иисус говорил о добрых и злых делах. Подставьте здесь всего два слова, и сразу смысл всего, сказанное Иисусом, будет понятен. Все, что они велят вам соблюдать доброго, добрые дела, соблюдайте и делайте. По делам же их злым не поступайте. Ибо они возлагают на людей даже добрые дела, настолько порой невыносимые, а сами-то и маленького доброго дела не делают. Я в пример себе привожу несколько вещей. Поп вот с таким вот животом, два центнера весом, да, у православных более половины дней в году у посты, он рассказывает сам Вона про посты. Это смешно смотрится, сам от холодильника свою харю отодрать не может. Я сам этому свидетель, я сам этих перевидал. Да, у одного даже при одном служил и помогал. Я все это видел собственными глазами. Это настолько блевоцко, лицемерно звучит. Не зря Иисус употреблял к ним это слово. Лицемеры. Сам бухает, бухает так, что по всему селу таскает. Но обязательно скажет праведную проповедь о вреде алкоголизма. Обязательно. Самого все село знают. Как нажрется, так все. Все село таскает. Сам еще и два центнера ходить не может. Об этом Иисус говорил. Они рассказывают и все красиво. И вы действительно делаете о том, о чем они призывают. Красиво помогать нуждающимся. Я тоже, в пример, приводил собственными глазами. Я же, кто знает, с православными три года я практиковал искренне. И причем, как у многих за 30 лет. Потому что у меня пятилетка за два дня. Будет рассказывать про милосердие, про милостыню. У самого барсетка от бабла ломится. Мимо нищих идешь. У тех же храмов, когда он к другим попам ездит. Рубля не подаст. Все я это видел. Собственными глазами. Слышал собственными ушами. Все эти разговорки. Так что вот так. Это очень важно. Именно об этом Иисус говорит. Так что же он говорит? Покорствуйтесь властям. Разве здесь об этом Иисус говорил? Вот опять можно слова Иисуса причинить, притащить в покорство. Слушайте. Как тогда всем, говорю, слушайте, вы когда Евангелие читаете, от кого-то слышите, во-первых, если уж хотите, если уж называетесь христианами, будьте любезны, Евангелие вызубрите наизусть. Это я образно говорю. Конечно же, его надо знать дословно. Жизнь и учение Иисуса Христа надо знать дословно. Я в свое время по четыре Евангелия в день читал, чтобы оно стало начертано на скрижале сердца моего. Я его уже года три, наверное, вообще не читаю. И при этом все эти три года, как видите, уже больше шести лет проповедую. Но из них три последние года я вообще не читаю Евангелие. Я не читаю, не слушаю. Я только проповедую. Я знаю практически все места. Если вы скажете «А», я скажу «Б» по Евангелию. Я расскажу любой эпизод, любую притчу, только скажите. Пусть своими словами, пусть где-то прям не слово в слово зацитирую. Но уж своими словами я вам точно расскажу. И смысл, и все, и растолкую, и расскажу. А много дословно процитирую. Не учаю ее никогда специально. Просто слушаю ее сутками. Читаю и слушаю Евангелие, изучаю с толкованиями. Ну, я вам только что привел два примера эпизодов жизни Иисуса, где он прямо не отвечает персвященникам и правителем называют лисицей. Хитрюгой. Я говорю, если не сказать грубее, мы не знаем, как выразился Иисус на самом деле. О чем здесь речь? Разве об этом покорстве? Слушай, все, что тебя попы несут, персвященники, пусть даже самые-самые божественные, в кавычках, ну, на самых верхних степенях этой секты, нет. Здесь речь идет о злых и добрых делах. Потом, особенно, всю речь Иисуса даже здесь прочитать, в этом можно убедиться, чего, конечно, в рамках этого видео просто делать не буду. Ну, и третий. Ну, получается, четыре мы с вами эпизода с Иисусом разобрали. Я вспомнил про лисицу. Очень удачно Бог мне на сердце положил. И давайте еще один из очень важных моментов. Иисус арестован. Тоже попрошу погрузиться в эти события. Иисус арестован. Его уже и арестовали. Пока арестовали, пока вели на суд к персвященникам. Давайте я вам откручу куда-нибудь вот сюда. После его молитвы, да? Пока буду говорить, а вы посмотрите. У меня все-таки картинки есть в тексте. Иисуса арестовали. Перед тем, как его довели до Синдриона, его уже и скалашматили. Его били и на суде в Синдрионе. Мы знаем и воины, и полицаи, и весь народ дубастил. Естественно, никто за него не ступался. Его просто скалашматили. Почем зря, да? Не заступились ни ученики. Его судят. Потом отвели на суд к Пилату. У Пилата судят, мутыжат туда-сюда. Пилат говорит, что не вижу в нем никакой вины, но все равно не может отстоять Иисуса. Иисуса предают наказанию практически с 50% летальным исходом. Это избиение, это бичевание всякими там какими-то ужасными вещами. Начиная от дубинок, заканчивая какими-то там крюками железными. Да, он уже половина ровно после этого наказания умирали заключенных. Потому что это была тоже такая, можно сказать, смертная казнь. Хоть это было и называлось оно там 40 ударов. Но там на самом деле сбивали человека очень сильно. Над ним воины там издеваются. В очередной раз он его выводит к народу. Пытаются всячески его, конечно, оправдать, от них уберечь. Но это не удается. Люди, даже смотря на такого избитого Иисуса, уже всего в полусмерти, им до лампочки, лишь бы уничтожить человека. Лишь бы убить праведника. Пилат, видя все это, когда они уже в бесновании оруцаем враспании, вошел в приторе и сказал Иисусу, «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Еще раз. Еще раз погружаю вас во все эти события. Пилат. Представьте своего правителя, любого губернатора вашей области. И тут без разницы. На его место, если бы даже этот суд был в самом Риме, и судил бы Иисуса, если бы он был римским гражданином, он мог попросить, как это сделал Павел, суда у Цезаря. Жалко, кстати, до нас не дошел-то, если Павел действительно стоял перед Цезарем. Об этом история уже умалчивает. Книга «Деяния» заканчивается на этих событиях практически. Мы уже не знаем, как это... Ну, после того, как Павел уже в Рим в Акову был привезен, мы дальше не знаем, что с ним. Мы сегодня, конечно, и Павла сейчас еще коснемся. Мы от него начали, и к нему вернемся, да, закончим Павлом. Мы все-таки о его фразе-то говорим, закончим его же арестом, и его же вот этими вот событиями, стояниями перед такими начальниками, как сейчас мы с вами, вас на экране, Иисус стоит перед Пилатом, да. Вот. Но я и Ру, жалко там у Павла, мы не знаем всей этой дальнейшей истории, как знаем всю историю с Иисусом. Ну, образно говоря, всю, да. Вот, дословно всего мы этого тоже не знаем. Вот, конечно, неизвестно, как там... Хотя, я говорю, и Павла мы там немножко разберем. Можно было бы все, но там очень много, там несколько глав, как вот он, начиная с Синдериона, с того же самого, и все вот судится у местных губернаторов, потом просит суда все выше, выше, вплоть до Цезаревского суда. Потому что Павел был гражданин... Имел двойное гражданство, он был гражданином Израиля и римским гражданином, потому что был не из бедной семьи. И, ну, к сожалению, история нам не рассказывает, как Павел вообще дожил ли, что там был ли, этот суд не был. Может, он... Может, его доосвободили, а может, и был, и, может, его Цезарь отпустил, а потом Павел погиб, был убит. Мы не знаем. Но было бы интересно, действительно, для таких вот моментов. Так что, Иисус отвечает ему? Нет, он даже не отвечает ему. Слушайте, не отвечать человеку, это такая... Я думаю, что вы по себе знаете, когда вы просто элементарную даже вещь какую-то просто спрашиваете у домашних своих, у кого-то. Если вам просто не отвечает, он скажет, что ты не отвечаешь? Чего молчишь-то? Это как... Вот молчание, да, это какое-то неуважение. Мы сразу ощущаем. Поэтому это не просто так. Это очень важно. Иисус не дал ему никакого ответа. Молчание всегда в нас вызывает. Я вам не зря этот пример привел. Вспомните себя. Когда вы что-то спрашиваете, человек вам не отвечает. Ребенок, родитель, друг. У тебя это какое-то прям... Одно дело хоть как-то ответить, а другое дело никак. У вас это вызывает прям... У вас, потому что я такой же, как вы, а вы такие же, как я. И во мне это вызывает... Ну, я не понял. А что ты молчишь-то? Что ты обиделся или что? У тебя сразу куча вопросов. Потому что неведение порождает множество всего. В том числе нехорошего. Молчание – это знак такого неуважения. У нас сразу куча вопросов в человеке появляется. Это очень важно. Пилат его спрашивает. Пилат, власть. Надо покориться. Что тогда... О чем тогда идет речь тогда в Римлян 13? О каком покорстве власти? Ну, каком? Надо было тогда перечислить. А кто на эти стихи ссылается, пусть тогда добавит списочек, в чем это покорство выражается. Чего-то Иисус не особо покорит Пилату. Ничего ему не отвечает. Это величайшая грубость не ответит, тем более начальнику. Это серьезно. Это не просто так. И он не отвечает ему ничего. Я говорю, вот мы так все читаем. Нет, это очень важно. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь? Можно прочитать так, мне ли не отвечаешь, как будто там Пилат лебезит перед Иисусом. Нет, он говорит, мне ли не отвечаешь? Он хочет и хочет у вас оборить. И жена там ему на ушко шепчет, что ей было видение, что праведник, и что страдает он несправедливо, что ты должен отпустить его. И он все это знает, и знает всю эту историю про Иисуса, и знает, что и все эти первосвященники, негодяи конченые, и что Иисус из зависти предает. Все знает. Но когда он и ему не отвечает, он говорит, ты мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть? Заметьте, опять это слово. То есть у нас все очень важно, что мы сегодня разбираем, и все именно к месту. Прям к месту, один в один я вам в случае показываю, чтобы просто эти воздушные стихи, как очень любят вырывать из Писания и друг другу плеваться, мы с вами разбираем реальные случаи, реальные поступки. Иисус сказал, сотворите и научите. У нас есть Евангелие, жизнь и учение Иисуса Христа. У апостолов то же самое. В чем тогда покорство? И заметьте, я говорю, не просто молчание, а обличение. Разве Иисус не обличил? Первый священник сказал, что хоть это и вопрос был, но я говорю, кто Сократа изучал, читал, тот знает его историю. Вопрос уже, ответ, это уже порой ответ. Или там обличение, может что угодно быть. Не важно, ответишь ты или нет, какой-то риторический вопрос. Пилат ему говорит, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли? И сейчас очень важный момент, кстати. Очень важный. Прямо вот к тем стихам один в один он идет. Давайте еще раз мы с вами стихи вспомним. Всякая душа, да будь покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие все власти от Бога установлены, потому противишься власти, противиться Божьему установлению. И что мы с вами читаем? Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть? Распять тебя и власть имею отпустить тебя. И тут ему Иисус отвечает. Ты не имел бы надо мной власти никакой, если бы не было дано тебе свыше. Слушайте, сейчас те, кто за эти стихи римлянам, вот в том неправильном смысле, как мы сегодня разбираем их, не надо понимать, что всякая власть от Бога, надо быть покорным. Казалось бы, Иисус прям подтверждает эти слова, а точнее, значит, тот, кто и стал кремленным, вот, следовал за Иисусом, да, и, в общем-то, написал вот именно то, что Иисус сделал. И говорил даже, ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Если вы заметили, есть серый текст, это в текстах всегда это мои какие-то фразы, подсказки, вот как я говорю, слова, если допишите правильные, все у вас станет на месте. Да, что по делам их, чему доброму вас учат, делайте. По злым же делам их не поступайте. Не важно, что он, да, алкаш там и бухает. Но он говорит вам не бухать, потому что вредно, жену не бить. Вы это так не делайте. Он-то может там и набухивается, и калашматит, да, кого-то там. Вы так не делайте. Но что Иисус говорит-то, если вырви опять вот, вот смотрите, все говорят, обрежьте вот это все. Вот, не было, слышишь, и все, и точка. Ну, смотрите, Иисус подтвердил римлянам, все сходится, да, власть любая от Бога, вот свыше дается. Нет, он говорит, потому более греха на том, кто предал меня тебе. То есть, на тебе грех, а на тех, кто предал еще больше. Опять обличил. Покорился он власти? Нет. Обличил опять первосвященников, что на них грех в том, что они обличили, а его, его, такой с ним творят. А на тебе еще чуть поменьше. Ну, точно такой же грех. Так, давайте прочитаем с моим серым текстом, который дает понять истину. Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не была дана тебе свыше власть судить праведно. Тебе эта власть дана судить праведно. Да, тебе дана власть. Ты ее воспользовался? Нет. Покоряется он ему? Нет. С этого времени Пилат искал отпустить возможности. Вот тут опять слова про кто-то синодальный читал, да, он сам язык тоже порой уродский. Искал отпустить его, искал возможности отпустить его, да, еще что-то. Искал как бы отпустить его, возможность как бы отпустить его, да. то есть еще раз. Да, Иисус говорит, да, власть у тебя есть хорошую. У каждого свой путь жизни, школу жизни мы тут устраиваем. Хорошо, у тебя есть власть. Какая? Праведно судить. Но так как ты судишь неправедно, ты сдашься им, ты меня отдашь им, еще и более того. Почему он уже на нем грех есть? Да потому что он уже приказал его избить. Уже. А еще сейчас через некоторое время отдастся на распятие. Он говорит, на тебе более греха. Вернее, на тебе, на тебе, ну, хотели другими словами, на тебе менее греха, да. Боли греха на том, кто меня предал. То есть на тебе менее греха, чем на тех, кто меня предал. Потому что они источником явились всего этого. А ты тут пытаешься просто как змея на сковородке из этого как-то, да. Выйти с лицом, как говорят, да, со своим, с хорошим. Вот. Поэтому даже для них меня избил. Отдал на избиение, на ужаснейшее наказание. Вот. Так это власть-то от Бога или нет? Власть-то от Бога, что? Творить добрые дела? Это к тому, это к тому, это к чему я, вот из этого всего, теперь вы можете понять, почему я так вам прочитал вот это вот первое, вот эти вот стихи-то, Римлян 13, что если только так думать, да, пожалуйста, в мире есть там, хорошо, мы поделились тут на группу, управленцы и так далее. Да, творите добрые, хорошо. Но это если бы ты творил. Но это не говорит, что если ты имеешь власть и все, что ты делаешь, все добро, нет. От того, что есть власть, твои дела все равно остаются либо злыми, либо добрыми по факту своей сущности, либо ты кому-то делаешь зло, либо кому-то добро, вот и все. А просто наличие власти не делает тебя святым или грешным. Твои дела, пусть на этом месте, где ты имеешь какую-то власть мирскую, над телом, да, ты можешь человеку что-то сделать над его жизнью. А про что ты делаешь, это остается вопросом все равно. Вот и все. Поэтому если он делает зло, любой, кто ниже, понимает, что он делает зло. Поэтому власть, ну, как можно так сказать, да, вся от Бога. То есть мы все здесь, у всех своя школа жизни, любая школа жизни, она от Бога. Этот таким-то родился, этот таким-то, в такой-то стране, как говорится, Бог там распределяет эти души, да, на свои школы, на свои уроки жизни. Но как ты проживаешь эту жизнь, какие ты уроки извлекаешь, как сдаешь экзамены на добро и зло, это все твое. Бог лишь вот внешне делает. Ну, хорошо, власть-то есть. Ну, что ты на этом месте можешь творить добро опять и зло. Важно? Важно. Вот так вот. Ну, и дальше давайте посмотрим по поводу, слушайте, то же самое. Давайте я уже чуть-чуть ускорюсь, да, час десять. Да, может, давай не будет, но в полтора точно мы, наверное, с вами. Книга «Деяния апостолов», чтобы посмотреть, да. Его ученики, Петр и Иоанн, самые прямые ученики, все то же самое, творят добрые дела. Творят невероятное доброе дело, храмово, сидящего у храма, кто знает эту историю, я сейчас кратко вам рассказываю, исцеляют, поднимая его на ноги, который никогда не ходил, сотворяет великое чудо, начинают проповедовать по стопам своего Учителя Иисуса Христа в этом же Иерусалимском храме. Что с ним делают те же самые персвященники, которые убили Христа? Я чуть-чуть пропущу вот это все, да, уже сам вопрос. Да хотя ладно, давайте с вами прочитаем, мало ли кто-то никогда в жизни, может, этого не читал. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники, начальники стражи при храме и саддукеи, досады, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресенье из мертвых, и наложили на них руки и отдали их под стражу. Вот опять все. Ну да, хорошо, что читаем все с вами, да, опять стражи, носящие меч, ну что же они, на добрые дела они поставлены. Поставлены-то они на добрые, а дела-то творят злые. Так надо ей покоряться, этой власти. Сейчас мы узнаем, как покорялся Петр и Иоанн, прямые ученики Иисуса, причем в событиях буквально через некоторое время после распятия, смерти, воскресения, вознесения Иисуса Христа происходящих. Многие же и слушавших слово уверовали, и было число таких людей около пяти тысяч. На другой день собрались в Иерусалим начальники и их старейшины, их книжники, Иоанна, первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященцев. Все, кто распинали, осуждали Иисуса, по сути, распинали его, все это, вся та же самая шкодла в сборе, да, и поставили их посреди, посредине всего синдрона, посреди всех этих «великих людей», да, в кавычках, и спрашивали, какую силу или каким именем вы сделали это? Ну, то чудо, которое подняли никогда не ходившего человека на ноги. Давайте мы пропустим. Ну, они говорят хорошую проповедь, Петр говорит, да, тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им отличную проповедь о воскресении, об Иисусе, о начальнике жизни, обличил их, да, что они такой, да, вы, нет, давайте читать уж себя прям не хочется, да, может, никто, я знаю, что какие гудеяния никакие христиане никогда в жизни не читали. Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требуют ответа, в благодеянии, в благодеянии, если ты добрый, еще раз я буду все время напоминать, к этому возвращаться, что мы читаем с вами в Римлянам 13, если ты творишь добрые дела, чего тебе бояться-то? Ну, начальник тебя, носящий меч, не обидит. Петр говорит, когда нас спрашивают о том благодеянии, которому сделали человеку немощному, как он исцелен, то да будет всем вам известным, всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли. Я просто, ну, я помню это место, думаю, как же не прочитать это. Слушайте, о каком покорстве опять идет речь? Петр, стоя в Синдрионе, опять перед всей этой пересвященческой преступной хунтой, во главе с Санной, Каэфой, да, теськом с зятем, да, что они делают? Он не просто не раболепствует, он не просто не покоряется властям, он обличает ее. Им как не хочется слышать, что это они-то его распяли? Он говорит, вы распяли его. Не осудили даже, не предали Пилату на осуждение, вы его распяли. Вы. Ну, о каком покорстве властей можно в римлян так воспринимать эти стихи и себе, главное, воспринимать и так жить? Вы живете неправедно тогда. Никакого покорства властей речи не может быть. Неправедной, злой власти людям, точнее, этим властью, представляющим, этой властью, так скажем, наделенной, имеющей, властьимущей, как у нас есть такое выражение, да? Которого Бог воскресил из мертвых, им поставил он перед вами здоровый этот человек. Он есть камень, пренебреженный вами, опять об Иисусе, опять, заметьте, Петр, какой-то тоже, там, скажем, рыбак, да, по сути, бродяга его, так можно назвать-то, в лице этих великих первосвященников, начинает им обличительную проповедь, личную, личную, тычет им, вы распяли. Он есть камень, пренебреженный вами, вы пренебрегли его, убив его, строящими, но сделавшиеся главой угла, то есть вы должны были быть строителями, но вы пренебрегли этот камень, и нет в нем, нет ни в ком иного спасения, ибо нет другого имени под небом данного человека, у которого надлежало бы нам спастись. О каком покорстве, покорстве властей, Петр, речь может идти, никакого покорства властям нет у Петра. Более того, в нем находится смелость Духа Святого, личная смелость, что буквально недавно от Иисуса отрекся, можно сказать, на этом же синдрионе, сегодня он стоит и смело проповедует, он покаялся и творит дела, достойные покаяния. Действительно, покаялся в том своем отречении от Христа, и сегодня он уже, как Иисус ему, и предрекал, и пророчествовал, тречешься, а потом, когда будешь сильным, еще и утверди всех братьев вокруг. Он так и делает. Видя смелость Петра, непокорность, здесь есть слово покорность, видя смелость Петра и Иоанна, и приметив, что они люди некнижные и простые, где же покорность простых и некнижных людей? Смелость. Смелость не просто в ответе, в обличении. Представьте такое сказать патриарху или папе, или председателю, или губернатору, или президенту. Все я, Московии. Видя смелость Петра и Иоанна, они удивлялись. Между тем узнавали, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. И приказав им выйти вон из Синдреона, рассуждали между собой, что нам делать с этими людьми? Ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть этого, но чтобы более не разглашали это в народе, с угрозою, угрозою, тут не написано чего, ну понятно, лишение имущества, здоровья, свободы, или самой жизни. С угрозой запретили им, чтобы не говорили об имени этом никому из людей. Так, барабанная дробь, покорились ли Иоанн и Петр первосвященникам? Но Петр, и призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса, ну, о его учении жизни, о Евангелии. Барабанная дробь, но Петр и Иоанн сказали им в ответ, «Рассудите, справедливо ли перед Богом слушать вас более нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и что слышали». Они же, пригрозив еще раз, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа. Кто, кстати, не в курсе, я уже не буду сейчас перелистывать, вам все зачитывать, своими словами тоже расскажу. Они продолжали это делать, и их все-таки еще раз арестовали, кто помнит, и их избили тоже очень сильно. Ну, при вот это избиение тоже там. И они радостные пришли, тогда радовали, что они тоже пострадали за Иисуса, что они тоже доросли до такой его жертвенной любви, что действительно, как видим, не боятся их и действительно благовествуют, творят добро, а проповедь истины, заступничество, голос правды, когда человек возвышает за всех униженных, оскорбленных, за всех нуждающих, изо всех страдающих. Да, они стали способны на это. Еще вчера они все разбегались, когда Иисуса арестовали, а сегодня они стали все сильные в Боге. Не все выросли, стали смелыми, сильными, стали какими, непокорными злу. Не важно, от кого она исходит, от простого, некнижного человека, подобного им, или от власть имущего. Это мы с вами пропустили, шестая глава, тоже ничего зачитывать не буду, картинки будет достаточно, читать не будем, тут огроменная речь Стефана. Следующий, следующий на подходе, если Иоанн с Петром, пока только пострадали, лишившись здоровья, да, и все-таки избили сильно, то первый, кто принял смерть за Христа, ну так, вот по книге Деяний, это некий дьякон, как хотите апостол, все равно евангелист Стефан. Убили его через побиение камнями те же самые люди, которые убивали Христа. Стоял он на том же самом суде, на котором стоял Иисус, потом Петр с Анном, и все то же самое. Был он покорен властям? Нет. Все то же самое. Речь Стефана, кому интересно, 6 глава с 8 стих, но сама вся эта история, и вся целиком 7 глава, можете узнать о том, об этом всем случае, да. Был он покорен властям? Нет. Ну и прежде чем перейти к апостолу Павлу, уже им закончивая, мы с вами зачитаем Антония Великого. Это его наставление о доброй нравственности и святой жизни. Прочитаем мы с вами 21 наставление. Очень понятное, без лишних толкований все понятно. то же самое, что я говорю, только чужими словами. Рассмотри окружающее тебя и знай, что начальники и владыки, неважно какие, религиозные и будут тебя принуждать при святой инквизиции отречься от веры, я говорю, государственные эти начальники, это учителя твои в школе, это твои преподаватели в институте, это даже твои родители, которые имеют какую? Родительскую власть над тобой. Это очень важно понимать, да? Рассмотри окружающее тебя и знай, что начальники и владыки имеют власть только над телом, а не над душой. И всегда содержи это, всегда содержи это в мысли своей. Потому, когда они приказывают, например, убить, или другое, что сделать, неуместное, неправедное и душевредное, не должны их слушать, хотя бы они мучили тело. Бог создал душу, свободную и самовластную, внутреннего меня, я, меня человеком, того, который выбирает, несмотря на внешние все обстоятельства. И она вольна поступать так, как хочет, хорошо или худо. Что еще прибавить? Надо что-нибудь толковать. Для православных, для кого там Антоний Великим является, святым отцом церкви, тыкните тогда ему. Наверное, он что-то Павла, его, кстати, естественно, наставления, их жизни, там, и письма есть, я все это читал, у меня есть публичное чтение, даже с комментариями, его жизни, вот, наставления и писем, ну, цитируют тоже Библию, и Новый Завет, очень часто, в своих каких-то посланиях. Но он, наверное, не понимал, или что-то не знал. Тут что можно коверкать, вот, разве он не прямо говорит, да, что никто из, даже, который имеет власть над какой-то плотью, над вами, там, я говорю, они не имеют власть над вашей душой, то есть над вами, над вашим выбором. Да, если они приказывают делать что-то, он правильно начал с убийства, ну, и заканчивая любым мелким грехом, мелким злом, то ты и остаешься свободным, даже, если тебя будут, вот, тебя, наоборот, мучат тело, но в флоте, естественно, до убийства. Здесь Антоний это подразумевает, да, в этой фразе очевидно. Вот так вот. Ну, православный, хочет сказать, вы же там всю насыщите с преданием святых отцов, ну, вот, пожалуйста, вам, святой отец. Он что, Павла никогда не читал? Один из величайших, и действительно, признаюсь, мудрых, и моих, один из моих учителей, бумажных учителей древности, да, я очень много взял, потому что у него очень много доброго, светлого, чистого, соответствующего истине, мудрого, да, вот. Больше сказать нечем. Тут все по-русски, абсолютно все по-русски. Могу только еще раз зачитать, потому что мусолить своими словами нет смысла. Все по-русски сказано. Рассмотри окружающее тебя и знай, что начальники владыки имеют власть только над телом, а не над душой, и всегда содержи это в мысли своей. Потому, когда они приказывают, например, убить или другое, что сделать неуместное, неправедное и душевредное, не должны их слушать, хотя бы они мучили и тело. Бог создал душу свободную и самовластную, и она вольна поступать так, как хочет, хорошо или худо. Ну и переходим с вами к Павлу. Я вам, в принципе, уже такую краткую историю рассказал, да, с его арестом. То есть мы с вами разберем тот случай, он стоит в Синодрионе. Я говорю, так как нам ничего дальше не известно, просто после Синодриона он еще у нескольких правителей, кто знает, выступал. Его пока везли, он то в одной области, то в другой, даже в Иудее он в двух областях, перед двумя правителями так получалось. Предстал, да? Мы все с вами не будем разбирать случаи. Все это сегодня. И жалко нам неизвестно, что дальше было с Павлом в Риме, куда его доставили, но на этом как бы история прерывается и больше мы ничего особенного не знаем. Вот. Ну я всегда, я очень, я просто это, и по поводу, там просто случай конкретно с щекой, вот. Не зря здесь, в принципе, картинка-то у меня одна и та же, я ее ставлю, где Иисуса, там избивают на Синодриона, ну и вот сюда в книгу «Деяния» поставил, ну потому что нет каких-то там особых разниц, когда ищешь картинки, потому что ты ведешь апостола Павла на Синодрионе, там тебе не выходит, что там именно Павла избивают, да? Вот. И я привожу всем очень часто этот случай, по поводу тоже покорства, в принципе, я всегда говорил, ну где-то может быть на какие-то другие моменты, но видите, сегодня такой большой ролик получился прямо на это место, как говорится, на один стих всего. Вот. Благодаря тому, что я уже очень много всего записал, больше шести лет проповедую, на Ютубе, в частности, в интернете, то я вот стал уже более мелко брать стихи, ну как видите, говорю о них очень пространно, да? Я просто напомню, а кто не знает, вот узнает такой случай. Павел, устремив взор на Синодрион, сказал, мужи и братья, я всей доброй совестью жил пред Богом до сего дня. Только начал говорить. Нормальные фразы, нормальное вступление. Что же происходит? Первосвященник Анания, стоявший перед ним, приказал бить его пустом. По лицу, пусто. Я как всегда скажу свою, уже можно сказать, коронную фразу. Погрузитесь в эти события. Арестовывают Павла. Ставят его, как всегда, все на те же места, кто там только уже не стоял. Да. И Иисус, и Петр, и Иоанн, и Стефан. Да. Вот место. Время Павла пришло. Он стоит, начинает нормальную речь, мужи и братья. Я всей доброй совестью жил пред Богом до сего дня. Ему даже договорить не дают. Персвященник на это время уже ни Каафа, ни Анна, которые были во времена Иисуса и Петра с Иоанном, уже некие Анания, что делает? Меч, который он носит, так скажем, на добро он носит, эти персвященники, и власть имущие. Да. Стоит ли Павлу бояться, если он всей добрую совестью, всей своей жизнью до сего дня служит Богу? Я всей добрую совестью жил пред Богом до сего дня. Стоит ли ему бояться, Синдриона, храмовую охрану? Что же он? Сам себя не слышит, что он пишет потом. Ну, он еще не написал, положим, это как раз кремлянам же послание мы с вами сегодня разбираем. А Павел пока стоит в Синдрионе, в Иерусалиме, да, и только предстоит. Хотя Крым, конечно, он мог писать это, и там мы не знаем. Я закончу, в принципе, сегодня эту мысль. Что это? Кто это за Павел? Все ли эти послания одному и тому же человеку? Хотя я, наверное, сейчас уже об этом скажу. Мы к Павлу подобрались, все правильно, да. По поводу давайте посланий. Сейчас мы на этом моменте как раз заканчиваем тоже. Кто эти послания? Какой это Павел? Это один и тот же человек. Все эти собранные послания кому они принадлежат? Почему они действительно порой там даже противоречат некоторые друг другу? Мы ничего не знаем. Павел в Риме, естественно, уже был. Только он был добровольно, так скажем, ездил, да, где Петр много уже проповедовал. А в этот раз он отправится уже туда в Оковах, да, будучи вот осужденным, ну, еще не осужденным, но как-то слово-то уже забыл, арестованным, как-то обвиняемым, да, вот. Его, естественно, будет вести под охрану, уже он потребует суда у Цезаря, у самого императора, будучи римским гражданином. Так бы его здесь, конечно, судили и казнили бы, как всех, да, как Иисуса, вот. Мы не знаем даже и смерти остальных апостолов. Вот. Ну, будучи римским гражданином, он потребовал суда у Цезаря. Правильное дело, он везде это время мог тоже благословить, сколько он писем Иисус написал. В общем, у него интересный путь был, он здесь еще немножко в книге деяния описаны, потом поискование прерывается, но все-таки кое-что мы узнаем. Вот. Она, в общем-то, на Риме и рвется, да. Вот. Но опять же, что же, он сам себе противоречит, да. Стоит ли ему бояться Синдриона, если он всей своей жизнью жил пред Богом, честно, по совести, открыто, да. Добрую совестью, да. Конечно, стоит. Потому что вот этот первосвященник, это не Божий судья. Не Божий слуга, вернее. Он действительно власть им от Бога дана, ну, как-то он эту власть захватил, хорошо. Можно употреблять такую фразу от Бога. Что он делает? Слуга он Божья, власть-то ему от Бога, а слуга он Божья. Дела он Божьи делает? Нет. Есть на нем грех, конечно. Он своей властью пользуется не для того, чтобы рассудить. Может, Павел Пратк преступника к нему привели. Нет. Он человек еще ничего, Павел вообще ничего плохого не сказал. Можно сказать, представился, одну фразу вступительную сказал. Первосвященник приказывает избить его. Всадить ему по полной программе, по лицу. А что Павел отвечает? Сейчас опять барабанная дробь. Павел, ой, Аллах-Мах-Аллах, покоряюсь, падаю в ножки. Вот эта картинка, где тут у нас идеальная будет. Я их позакрывал, или где они все-то? Ну, или хотя бы вот такая вот. Ручки целовать бросился. Первосвященнику, да. Ну, или вот это вот. Ну, тут религиозные больше вот эти вот подходят, да. Так было с апостолом Павлом. Антонио уже закроем. Ну, что было-то? Барабанная дробь продолжается. Тогда Павел сказал ему, Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Ты сидишь, чтобы судить по закону, и вопреки закону велишь бить меня. Кстати, Павел сказал то же самое, о чем я вам говорил сейчас про Иисуса Христа, когда он стоял у Пилата. Да, ты сидишь судить. Ты сидишь на судейском месте. Хорошо. Место твое от Бога. Ты сидишь. Тут Павел сказал то же самое, тут другими словами. Да. И как я вам там добавил, да, что-то, вы помните, к словам про Пилата, что тебе никакой власти нет, если бы не было власти свыше судить праведно. Да. Здесь Павел и говорит это то же самое, только уже своими словами. Там я добавляю, а здесь он и говорит. Ты здесь сидишь, чтобы судить по закону. То есть праведно, что добро, а что зло. Зло хорошо там наказать, добро наоборот, на щит поднять. А ты велишь бить меня, а ты творишь зло. Более того, как я всем говорю, да, по поводу там, а как насчет стены подбеленной, то что Павел-то, языка не сдержит, как говорят, ой, нельзя там, ты что, правда, как-то говорить там. Многие просто не понимают, откуда это. Это достаточно серьезное было такое обличение. Стены подбеленной называлось место, где обычно ссали, писали все городские жители. Ее периодически, когда вся эта, да, побелка смывалась, теми, кто ссут, или на чужой дом, все мимо шли, могли на любой угол пописать, да, прожниться. Ну и хозяину, любому человеку дома приходилось побеливать, когда уж все там вид плохой меняло, да. Павел ему говорил о том же самом, что ты хоть весь, а не забывайте, здесь, кстати, неудачная картина, мне кажется, хотя у нее сверху, вот вы видите, на картинке белая такая мантия, но здесь Иисус весь в белом, можно сказать, но почему-то этот, пересвященник в какой-то фиолетовый сам, весь этой мантии, но у нее, правда, внутри вон белое, снаружи белое, я точно не знаю, кто знает, как там могли одеваться, как-то так, конечно, одежда более-менее известна, пересвященник в иудаизме можно все узнать, вот, ну, действительно, сколько картинка, соответственно, действительно, не знаю, но по идее, пересвященник во всем белом был, особенно на суде, да, как символ вот этого чистоты, что он праведник, там свет, вот он все, поэтому, да, здесь может быть специально так нарисовано, я не могу браться, судить, да, за эти вещи, вот, но смысл был именно этому, и Павел ему говорит, ты снаружи-то беленький, только за этой побелкой, там одна вонючая моча, там смысл именно этого, и тот, кому он говорил, прекрасно понимал, да, на что он намекнул, на подбеленную стену-то, а он ему сказал неправду или неправдивый образ, неправдивыми притчами о нем сказал, как Иисус говорил об аудеях, все абсолютную правду сказал, когда я называю, вот, возвращаемся к моему, я, наверное, закрыл, где он там, вот, это моя фраза, я пишу, нет, Путин, я пишу Путлер всегда, вместо Путин, да, потому что Путлер, это как Гитлер, все уже знают, да, и он именно такими есть, он его реальная реинкарнация, походу, да, вот, и поэтому людям просто помет, и это соответствует реальности, это не обзывание, это не принижение, не унижение человека, это описание его свойства, когда я называю, не веганов, убийцами, труппажорами, я не говорю неправды, я не обзываюсь, не ругаюсь, вы убийцы, и пожиратели, и трупов этих убитых животных, ничего я не сказал, злого, нехорошего, неправды какой-то, да, ну вот, очень важно, был ли здесь, где здесь покорство, справедливости ради, я дочитаю до конца, предстоящие же сказали, первосвященника Божьего поносишь, Павел сказал, я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано, начальствующего в народе твоем, не злословь, узнав же Павел, что тут одна часть садука, вдруг возгласилась, и дрон, там начал речь положать, вот этот момент, кто знает, я точно так же обличаю, вот в этом деянии, вот именно, что Павел еще тот был, непонятный человек, да, как он там умудрялся, вот это вот, и вроде по закону, и тут он вдруг узнал, во-первых, непонятно, почему он правда в Синдероне не увидел, что это первосвященник, вот и, может он действительно был одет как-то по-простому, а он думал, что он должен так, короче, почему он не узнал, и непонятно, да, первосвященника, вот, тоже как-то странно, немного, но допустим, так и было, да, ну и тут вот, казалось бы, Павел узнал, еще и сам на закон ссылается, да, вот, хотя в других местах учил, что закон ничто, да, вот, и тут он вдруг, ой, я не знал, что это вот начальник, а не злословь, и так далее, да, то есть Павел, конечно, был своеобразным человеком, если тот Павел, который мы читаем, и все послания можем к нему, чтобы его образ понять, мы должны все к нему прилепить, а может это не он был, а мы там пытаемся все это слепить, вот, поэтому тут мы опустим, вот это как раз нехорошо, вот, я считаю, что он, ссылаясь на этот закон, ты все правильно сказал, что ты от своих слов-то отрекаешься, начальник, он не начальник, какая разница, я вам только что привез, привел примеры, и тут единственное, знаете, вот я говорю про эту стену подбеленную, тут единственное, что может быть правдой, дело-то не, если действительно это было злословие, и может быть, это я вот тоже, вот это я, про подбеленную стену, откуда я все это знаю, я, конечно же, это читал просто, где-то там толкование, еще что-то, да, вот, насколько это было правдой, что он там сказал, да, Да, что нам Лука этот написал, кто знает, я тоже про Луку говорю, как он все очень любил там углы сглаживать. Может, Павел что-то сказал такое обидное, ты дебил, ты меня бьешь. Да, ну это я так ярко говорю, чтобы было понятно. Что-то такое, что не соответствовало. Про стену подберенность, вот как я вам рассказал, это очень похоже, тогда было правильно сказано. И что он стал заднюю включать, когда вдруг ему тут на пересвещение сослались. Это его, конечно, так скажем, право выбора, но это неправильно. Мы с вами только что сегодня посмотрели, как поступал Иисус. Мы с вами сегодня выяснили, это очень важно. Как Иисус, как апостолы, как пророки до этого поступали. Мы с вами сегодня все разобрали. После всего сказано, как Антоний Великий. Кто знает, кстати, с Антонием Великим, я уж так еще тоже вдобавочку, вдогоночку скажу, что он точно так же не был покорен ни властям, ни этим религиозным, ни этим. Он жил вообще отшельником, ни от кого вообще не зависел, проповедовал такую же свободу. Ему все это было вообще до лампочки. Это очень важно понимать. Вот так вот. Я надеюсь, после такого видео, когда я вам так себя набрасываю, неужели у кого-то повернется язык или руки, вот эти стихи цитировать, скидывать. Вот просто без контест, что якобы мы притворений, властями. Теперь я вам вот такую вот картиночку покажу, современную. Вот этими всеми властителями мира сего, когда они творят беззаконие, неужели мы должны им покориться? Я уж молчу про обличение. Я уж молчу про обличение и говорение правды, и противодействие злу этих властимущих, этих властей. Неужели мы должны покориться и начать с ними творить те беззаконие, и участвовать в тех беззакониях, в которых они участвуют сегодня, на 18 июля 2022 года, когда идет шестой месяц агрессии рашистов против украинского народа, убийства, уничтожения украинцев, соседей, тех самых рашистов, да. Неужели у нормального, здравого человека, ну, средней здоровости, да, пусть не познавшего истину в этом понимании, да, здоровости до конца. Неужели, а вот тот проповедник, который мне тогда скидывал, то вот так-то он не глупый, да, много чего понимает, ну, и много чего не понимает, я говорю, там, ветхие с новым так смешан, что, к сожалению, непонятно, как все это отодрать одно с другого. Вот, неужели у нормального, средней нормальность хотя бы человек, как я говорю, да, хватит ума вот участвовать в этих беззакониях. Нет. О каком покорстве, о каком покорстве вот этого, да, может идти вообще речь. Я всегда стараюсь приводить реальные жизни примеры. Вот сегодня это наше реалие. Не зря все эти полгода, когда это геноцид идет рашистов против украинцев, я не один ролик записал, один из самых привожу в пример, это ангелы сатаны. Как видите, здесь на аватарочке те же самые два представителя, самые-самые-самые-самые-самые верхушки этих властей, да, по крайней мере, в российском, в российском государстве так называемые. Можно им покоряться? Нужно покоряться? Нет. Конечно, нет. Более того, конечно же, мы должны что делать с ними? Обязательно бороться. Это очень важно. Такое вот видео на час сорок. Ну, я надеюсь, что для людей, ищущих правду, желающих познать истину, совершить ее в своей жизни, исполнить, да, обратиться в самого Христа, в его образ и подобие, быть его учениками, последователями, то мы прекрасно должны понимать, как надо нам поступать. Более того, высшая степень, как мы с вами сегодня у Иисуса увидели, это не то, что покорство властям, это обличение. Обличение любого грешника. Не важно, кто он в этой жизни, какими властями, полномочиями, деньгами, социальным статусом он наделен. Не важно, чья это власть. Начнем с какой-нибудь, я говорю, дальней, это там какого-нибудь государя-прегосударя, какого-нибудь патриарха, поменьше, поближе к телу, я говорю, каких-нибудь этих ваших начальников работы, уж он-то, нет у него ни армии, ни полиции, взял да уволился, если человек там, если не хочешь исполнять те злодеяния, которые он призывает или участвует, вы там бухгалтера, он там что-то химически начинает вас принуждает. Нет, ты спокойненько. Сначала не то, что покорствуешь, ты обличаешь начальника, что вот так делать нельзя, вы что, это преступление, это зло против людей и так далее. Да, химически там рабочих обманывать, там что-нибудь махинировать, с зарплатами и так далее. Ты обличаешь, если ты на высшей ступени познания истины о любви ко всему миру окружающему, ты этим любовь проявляешь и к тем, кого собирались обманывать, и к этому начальнику обличай его. И так дальше по списку, неважно, это ваши друзья какие-то, сослуживцы и так далее, соработники, еще ближе к телу и все ближе к маленькому возрасту. Я видя по такой цепочке от дальнего к нижнему виду, это ваши преподаватели, профессора, какие-нибудь там наставники в секциях и так далее. Ну и заканчиваем еще ниже возрастом, это ваши учителя в школе, вы ребенок, одиннадцатый, десятый, девятый, восьмой, седьмой, шестой, пятый, неважно какой класс, и так до первого. И заканчивая вашими родителями, у которых есть родительская власть над вами, если они вас в какое-то время, ну или потом в старости, второе детство, это ваши дети, наоборот, вы уже старики, но они там над вами уже власть имеют, вы уже может быть немощны, они чем-то могут над вами господствовать, и этим, так скажем, как-то пытаются бравировать, или манипулировать, или использовать, да, отрекитесь от этого, даже если вы пострадаете по плоти, они вас там на голодную смерть оставят, но изберите истину, вот, и даже если вы дети, не знаю там, какого возраста, от самого маленького до самого большого, вот, если даже родители будут вас призывать на зло, нет, вы не творите его, более того, вы их обличаете, вы спасаете тем самым себя, их и всех окружающих, потому что это зло будет направлено против кого-то. Вот так вот, обличение грешника – это величайшая степень любви человека, и это способность к самопожертвованиям, потому что ему за это обязательно будет прилетать, он обязательно будет от этого страдать, вот, как минимум тем, что от него просто будет отворачиваться, мало кто будет с ним общаться, дружить, поддерживать и так далее, и заканчивая, в крайней степени тебя просто прибьют к деревешке. Вот так вот. На этом у меня все, я надеюсь, это видео было вам полезно. Кому нравится мое видео, ставьте лайки, это помогает продвижению этого конкретного ролика и всех остальных, вообще всего контента канала. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Пишите ваши комментарии, отзывы, мысли, впечатления, задавайте вопросы, я все комментарии читаю, на какие вопросы могу отвечаю. Все тексты, которые вы сегодня видели, они есть на моем сайте, авторском христианском, веганском сайте, христолюб.ру, ну или по-русски можно просто христолюб.рф набрать, христолюб.веган.рф, там как угодно. Со всеми прощаюсь, поделитесь этими роликами на своих ресурсах, в соцсетях, телеграм-каналах, сайтах какие есть, ну или в личных сообщениях с людьми вас окружающими. Субтитры сделал DimaTorzok